Деванагари Стиль Деванагари существует с начала нашей эры, но относительно недавно его стали использовать еще и в каллиграфии. Так Виктор Кочергин уже два года выводит изящные буквы. По его словам, сначала было сложно. Чтобы изобразить символ правильно, у него уходило до 50 килограммов бумаги. Сейчас работы Виктора представлены на выставке. Это вроде бы просто, то, что делается за одну минуту, две минуты. Но здесь простые геометрические фигуры в виде кругов и прямых линий. И все, разного диаметра. Но для глаза это очень красиво. Выставка состоит из нескольких экспозиций. Художественная часть выстроена вокруг слоговой азбуки санскрита. Главный экспонат – работы одного из самых значимых и известных индийских каллиграфов – Ачюта Палава. Изображения выполнены в разных стилях и представляют собой вариации на тему санскритского алфавита. Ученица Ачюта Палава, санскритолог Ольга Литвиненко, тоже представила свою работу. Эта сутра «Сердце» принадлежит буддийскому канону. Она написана на санскрите, на письменности Деванагари. Изначально эта сутра, естественно, была создана на языке санскрита. Потом она проделала путь из Азии в Китай и в Японию. И приобрела немножко другую письменность. Потому что в Китае эта сутра известна на другом, на санскрите, но в письменности Сидхам. Деванагари полноценно сложилась как письменность в классический период санскрита. Именно в этом стиле изложено множество произведений философской, религиозной, художественной литературы, которые оказали влияние на развитие культуры Центральной, Юго-Восточной Азии и Западной Европы. Познакомиться с некоторыми из этих работ можно в книжной части выставки. Хочу обратить ваше внимание на книгу Каледаса, которую можно перевести как «Времена года». Она издана в Калькутте в 1792 году. И это является первой книгой печатной, изданной, собственно, в Индии на санскрите. До этого все книги, они были записаны вручную. Издревали вообще в Индии, использовали пальмовые листья для того, чтобы записывать. Санскрит имеет богатую историю. В то время, как на севере Индии уже тысячу лет использовали Деванагари, на юге до 19 века писали с помощью Грандха. Исследователи отмечают, благодаря своим лингвистическим особенностям, тексты на санскрите дают возможность понять больше о мировой культуре, о прошлом народов и лучше узнать родной язык. Артур Муравьев, Армен Сарксян, ТВ Брикс.